8 признаков, что человек вам тайно завидует и желает вам зла. Друзья, всем привет! Мы продолжаем серию роликов с интересным контентом. И сегодня мы говорим про такое чувство, как зависть. И про то, как же определить человека, который вам тайно завидует. Конечно, зависть это то чувство, которое, вероятно, испытывал каждый человек. Все мы хотим жить лучшей жизнью. Мы хотим жить в хороших, уютных, больших домах, ездить путешествовать, или ездить на комфортных машинах, одеваться в брендовую одежду, что кушать ягоды и фрукты круглый сезон и так далее. Есть ряд моментов, которые мы хотели, чтобы были в нашей жизни. Но одно дело, когда мы завидуем, признаем это, и наша зависть перерастает в какую-то цель, и мы начинаем двигаться к достижению этой цели. А другое дело, когда есть люди, чья зависть разрушает их, как будто бы изнутри, они поглощены какой-то злостью, желчью. И у них одна мысль не о том, что они хотят этого добиться. Они мечтали бы, что это было бы у них, а не было бы у вас. Поэтому как же определить вот этих тайных завистников, которые могут в какой-то момент жизни испортить вашу карьеру, испортить ваши отношения или вообще жизнь, потому что зависть не дает им спокойно смотреть на ваше счастье. Первое. Они не уважают ваше решение. Знаете, есть такие люди, 100% в вашем окружении, когда вы им рассказываете про какие-то свои новые идеи, про какие-то свои решения, проекты или возможности, которые вы хотели бы принять, чтобы улучшить свою жизнь. Они начинают всяческим образом вас отговаривать, говорить о том, что у вас, вероятно, это не получится, что есть столько-то причин, почему у вас это не получится. Они зарождают в вас тень какого-то сомнения в себе, в своих силах. Общаясь с ними, вы начинаете терять вот эту уверенность в себе, вы начинаете сомневаться, действительно ли я смогу, а скорее всего не смогу. И главная задача подорвать целеустремленность, потому что они просто-напросто завидуют тому, как вы ставите цели, как их достигаете, вашей вот этой решительности, вашей храбрости, вашей смелости. И здесь главное помнить, что никто не знает вас лучше, чем вы сами. Поэтому верьте в себя, двигайтесь вперед. И поменьше рассказывайте особенно о том, о чем вы планируете, и чего вы еще не сделали, для того, чтобы не вызвать вот эту вот волну зависти, которая приведет к неуверенности и сомнениям в себе. Второй признак. Они никогда не радуются вашим успехам, или их радость такая вот чрезмерная, наигранная, и это сразу заметно. Люди, которые вам завидуют, никогда искренне не будут радоваться вашим достижениям, успехам, победам. Когда вы им рассказываете о каких-то там своих успехах на работе, в отношениях, эти люди всегда, или прям очень, знаете, они, как их определить, да, они начинают по каждой мелочи столько восхищения, столько слов, какое-то лестие, что это, ну, какой-то пустяк вызвал у них бурю таких эмоций. Это вот такой первый красный флажочек, который свидетельствует о том, что человек вообще не рад за вас. И второе, если вы хотите проверить, действительно ли человек вам тайно завидует, когда вы ему что-то говорите, обратите внимание на первые реакции человека. У них обычно все вообще на лице написано. Вот это первая мимика, там, знаете, когда губки вниз, или когда там человек такой шок, но не восторженный взгляд, а вот какой-то там не может быть, что ты это сделал, да, и вы видите все его на лице, это свидетельствует о том, что человек не рад за вас по-настоящему, вашим успехом, потому что каждый ваш успех, это как будто бы пощечина для него. Делитесь своей радостью, действительно, с вашими близкими, семьей, родителями, людьми, которые по-настоящему разделят с вами вот эти ваши моменты восторга и вашего взлета. Третий признак, они всегда обесценивают ваши успехи. Замечали ли вы, что иногда люди, которым вы что-то рассказываете про себя, да, про то, что вот там у вас что-то получилось, вот это дело выигрывало, и они начинают на каждое ваше положительное действие говорить, да ты просто фартовая, тебе повезло. И они каждый раз делают из вас человека, которому просто подвернулась удача, и все, что с вами происходит, это результат не вашего труда, а просто это там стечение обстоятельств, что вот вам повезло, и часто они очень добавляют, ну не всем так везет, как тебе. Вот у меня очень сложная там жизнь или там какие-то свои проблемы, и это такой яркий показатель того, что человек просто завидует всем вашим достижениям, успехам, потому что сам он не может к этому прийти. Эти люди очень тщательно выспрашивают, исследуют, выведывают различные такие нюансы в вашей жизни, особенно если что-то произошло плохое. Знаете, когда, например, вам человек говорит, ой, тебя вчера поругал начальник, вы уже хотели забыть эту ситуацию, да, вы уже там вчера попереживали по этому поводу, а он каждый раз снова и снова возвращается к этому моменту, к какому-то вашему краху, провалу, и прям вспоминает каждую деталь, прям вот напоминает какие-то болезненные слова, болезненные фразы, как будто специально каждый раз хотел бы сделать вам побольнее. Или же просто этот человек постоянно интересуется вашей жизнью до мелочей, а как вот это, а что вот это, то есть, ну какое-то чрезмерное любопытство, как правило, завистливые люди это делают для того, чтобы сравнить свою жизнь с вашей, понять, почему там вам везет, или там почему у вас есть вот эти там результаты, а у него нет. Следующий признак, они нарушают ваши личные границы. Как правило, завистливые люди, они на бессознательном уровне пытаются разрушить ваши личные границы, особенно это заметно в разговоре, когда вы начинаете что-то говорить, в первую очередь о своих каких-то победах, свершениях. Вы беседуете с кем-то, кто-то вас спросил, послушай, как у тебя там вот это вот получилось? И вы начинаете делиться с человеком своим опытом, рассказывать, что это были какие-то трудности, потом вы их преодолели, или там просто поняли, куда нужно инвестировать деньги, или какую недвижимость купить, или какую специальность пойти получать. А завистливые люди, находясь рядом с вами в этой компании, они тут же вас перебивают и начинают рассказывать что-то другое, переводить тему, уходить от ваших успехов, потому что, когда вы рассказываете о своих успехах, там, победах и так далее, они чувствуют какую-то неуверенность в себе, и чем больше вы говорите, тем неувереннее они себя чувствуют. Поэтому бессознательно они перебивают вас, они могут там брать беспроса ваш телефон, отвечать на какие-то сообщения, они могут подойти, что-то поискать у вас на столе, когда им что-то нужно. То есть вот это бесконечное нарушение ваших границ, это также является свидетельством того, что человек вам тайно завидует. Следующий признак, они по-разному ведут себя с вами наедине, и когда вы находитесь вместе с компанией. Понаблюдайте за окружающими вас людьми. Завистливые люди, они могут быть с вами наедине, совершенно там, милыми, хорошо с вами общаться, там, интересоваться вашей жизнью, там, проявлять любопытство. Но как только вы вместе приходите в какую-то большую компанию, завистливые люди прям вот меняются, они становятся совершенно другими, они начинают над вами шутить, какие-то злые шуточки, какие-то ненужные комментарии, они как будто вскользь рассказывают те вещи, которые вы совершили, и они не хотели рассказывать, там, про ваши какие-то недостатки, или ваша секретная информация, личная информация, которую вы не хотели бы, чтобы разглашали во всеуслышание. И они вот демонстрируют вот это какое-то пассивное, агрессивное поведение, и потом, когда вы опять остаетесь наедине, и вы говорите, послушай, ну, ты для чего вообще это делаешь? Он говорит, а что такого? Это просто шутка. Я говорил как есть, ты же мне не говорил, допустим, не говорите это, не шутить так. Я вполне нормально себя вел, почему ты обижаешься? И еще один тут же, можно сказать, признак того, что завистливые люди очень часто сплетничают, и они говорят плохо про других людей, они делятся какой-то грязной информацией, какими-то такими личными вещами, которые слушать не очень приятно, и очень часто они могут рассказывать и про вас какую-то такую информацию. Есть отличный отстат по этому поводу. Зависть – это странное чувство, если тебя не в состоянии переплюнуть, то тебя стараются заплевать. Еще один признак, по которому вы можете определить, что человек вам тайно завидует, он все время включает какое-то соперничество с вами и пытается вас там переплютнуть во всем. Вот вы купили часы какой-то марки интересной, вы видите потом, что у этого человека эти же часы, но чуть-чуть там покруче. Вы купили какой-то телефон, а он купил такой же, но про-версию, или там следующую версию. Или вы решили, что вы пойдете учиться на права, и он говорит о том, что вот он уже практически закончил. И так далее, все время он включает какой-то дух соперничества, победить вас, стать лучше, чтобы доказать себе, что вот он такой молодец, и так далее. И последний признак, связанный с предыдущим, они не только соперничают с вами, но они пытаются вам подражать. Они могут одеваться так, как вы одеваетесь, да. Если вы предпочитаете бренд каких-то там кроссовок, они будут ходить там в таких же кроссовках. Они будут очень внимательно за вами наблюдать, за тем, как вы одеваетесь, как вы общаетесь, какие книги вы читаете. И вдруг, общаясь с другими людьми, вы слышите там свои какие-то слова, свои фразы, мысли о какой-то книге. Или вы видите человека, который оделся в одежду, похожую на вашу. Сначала такие вещи могут немного льстить вам, что вот вы там задаете темп, да, у человека, у него меняется манера общения. Но каждый раз, когда вы будете с этим сталкиваться, это будет раздражать. И, как правило, завистливые люди это делают для того, чтобы не отставать и выглядеть таким же, как вы, и быть таким же успешным. И можно сказать, что они даже одержимы вами, но в одержимости, наверное, нет ничего позитивного. Как же сделать так, чтобы в вашей жизни было поменьше завистливых людей? Да, наверное, никак, потому что в вашей жизни всегда будут два типа людей. Первый тип людей – это те, кому вы нравитесь, и второй тип – те, кому вы не нравитесь, что бы в жизни вы ни делали. Но если вы почувствовали, что вы поймали себя на том, что вы поняли, что есть люди, которые демонстрируют вот эти тайные признаки зависти, есть тоже несколько путей общения с ними. И первое – постарайтесь поменьше им рассказывать о своих успехах, о своих каких-то победах, о своих прекрасных отношениях или материальных благах. Второе – сократите общение с ними. Возможно, когда они там окунутся в свою жизнь, добьются каких-то успехов, они потом встретятся с вами и будут вести себя совершенно по-другому, когда они получат долю своего успеха, своего счастья, и вы таким образом не потеряете друга. Помните, как сказал Бернард Шоу? Научитесь никому ничего не рассказывать, и тогда все у вас будет хорошо. Лишний раз просто сохраните в себе свои классные новости, свои успехи, для того, чтобы не будоражить в других людях зависть. В вашей жизни будет гораздо меньше тех, кто вам зависят. Я желаю вам счастливой жизни, поменьше завистников. Пишите в комментариях свои признаки, как вы выявляете людей, которые вам завидуют. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Все, друзья, пока-пока, до новых роликов!